Высказывайте свое мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Уважаемые друзья, добро пожаловать в наше ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. Солик, добрый день. Феликс из Денгара. Опа, привет, Феликс. Как дела? Нормальненько, спасибо вашими молитвами. Я в эфире? Да, ты в эфире. А, хотел вернуться к нашему чикагскому красавчику, который джюси, джюси. Да, 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 да. Вот, ты знаешь, много раз уже говорили, писали про него, сейчас сбросили его кейс. Стыд и позор, на самом деле, стыд и позор. Но я хотел вообще-то другую тему затронуть именно о нем. Никто за все время передач, сколько раз говорили про этого подонка, не затронул тему того, что на самом деле, в результате его провокаций, мы были в одном шаге от очередного бунта, который мог принести кучу неприятностей. То есть, на самом деле, пролилась бы снова кровь, как это было в Сент-Луисе, как это было давным-давно, но все равно на памяти в Лос-Анджелесе. Родникин, конечно. Да, и ты понимаешь, то есть, люди вообще об этом не говорили. Говорили, какой он бедный, несчастный, говорили, какой он глупый, говорили, что то, что он сделал неправильно, все-все говорили. Но никто не говорил о том, что на самом деле в результате его действий могли погибнуть люди опять. Я тебе больше скажу, Феликс. Ладно уже с ним, я имею в виду с Этимом Смолетом, но ты подумай, насколько был абсолютнейший, я извиняюсь за такое литературное слово, как пофигизм, со стороны Кимберли Факс, Кимберли Факс, которая, ты себе представляешь, вот она же не дура, она понимает прекрасно, что эти действия могли вызвать, ну просто сумасшедшую, если не гражданскую войну, то, по крайней мере, конфликт. И тем не менее, все равно пошли на этот шаг ради какой-то мелкой сошки, как вот этот Смолет. Ведь в конце концов, что он из себя представляет? Ничего. Пустое место. Пустое место, актеришка, который играет в какой-то, в таком сериале, который смотрит, ну в лучшем случае, может быть, демография там от 15 до 24, понимаешь? То есть вообще никто. И вот, несмотря на это, только потому, что он является там дружбаном Мишел Обамы или этой Камалы Херрис, ты посмотришь, на что пошел человек, который является штатовским прокурором. Представляешь эту должность? Толик, я надеюсь, что ей это тоже боком вылезет, потому что на сегодняшний день все-таки хочется верить, что мы уже немножко не в том положении, когда такие вещи сходят с рук. Надеюсь, надеюсь. Я надеюсь, что она за это заплатит, но я тебе еще раз повторяю, меня удивляет, что люди не задумываются, когда делают такие вещи, вот, и если, понимаешь, то есть это счастье, что никакие там Black Lives Matter и еще кто-нибудь не подхватили это и не устроили очередной скандал. Сто процентов. Спасибо, Феликс. Я должен бежать. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Ну, вообще, вы знаете, вся эта ситуация, это явное присутствие холодной войны, которая ведет вот эта вот так называемая демократическая партия, партия ислама-фашистов против нашей страны. И с финансированием хэтч-фанд вот этих вот руководителей, СОРОС, СТЕР и многие другие. И то, что полное беззаконие, то есть они вообще ведут себя так, как будто это уже салитарная система, они во главе, они могут делать все, что угодно. Но я хотела вернуться еще к вопросу вот этой нелегальной миграции. Вот в последнее время все время говорят о том, что надо вакцинироваться, и что вот корь распространяется, эпидемии там в одном городе, в другом городе и так далее. Детей уже не пускают в школу, если их не вакцинируют и все прочее. Вы знаете, это вот все принесли эти нелегальные мигранты. Я в свое время читала насчет этого информацию из достоверных источников. Они привезли и корь, и оспу, и туберкулез, и, в общем, кучу всяких вот таких страшных заболеваний. А теперь фарма большая эта хочет еще заработать на этом деле, потому что они же и поддерживают вот эту так называемую демократическую партию. То есть вообще положение очень и очень серьезное. Поэтому те, которые думают, что нелегальная миграция, как бы их не коснется, коснется еще как. Причем во всех отношениях. Мы просто можем сегодня знать, а завтра это нас коснется. Спасибо. Согласен, спасибо, Мария. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как раз товарищ, по сути, я сказал то, что я хотел выразить. Ницуки маслом кашу не испортить. Даже рам, которая уходит, которому казалось бы уже на все наплевать, даже он, так сказать, был возмущен. Потому что под удар подставленной рейн-мой полицией нашего города. А можно я задам вопрос провокционный? В принципе, их задача такая. Их задача сделать провокацию, пролить кровь. А дальше как пойдет. Есть, секундочку, есть провокционный вопрос, подождите, не уходите. Провокционный вопрос такой. Вот вы говорите, даже рам, который, в принципе, уходит, даже он возмущен. А как вы думаете, а если бы рам не уходил, он точно так бы возмущался? Это очень трудно сказать, он очень гибкий человек, на самом деле. Очень трудно сказать, но в принципе, это принципиальный был вопрос. И надо было таскать. Еще я, кстати, давно с вами говорю, когда все случилось, сказал, что наверняка все заметут под ковер. Конечно. Да, к сожалению, да. Но в принципе, надо было хотя бы что-нибудь, ну, так сделать, чтобы хоть какой-то, ну, хоть на бумаге было хотя бы показание. Вы понимаете, что нам лишний раз показали, что мы никто, зовут нас никак. И вообще наша цифра номер 8, когда нужно, нас вот и спросят. А пока мы должны сидеть и... Ну, вы типичные, всех держат за быдло. Да, 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 спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Не дождались, окей. Теперь, значит, для того, чтобы закончить вопрос по нелегалам, конечно... Так, у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, говорите. Да, здравствуйте, я тут слушаю, не могу не высказаться. Пожалуйста. По поводу заболевания, кори, все это радиослушница, в принципе, по многим вопросам права, но не вижу никакой связи с нелегалами в эпидемии кори и других заболеваний на сегодняшний момент. Я, в принципе, к медицине не имею какое-то отношение. Я вам скажу, что вспышки заболеваний происходят в тех районах, где иммигрантов и, тем более, нелегалов, в принципе, и близко нет. То есть, ну, Росбург, Хайлам Парк и так далее, то есть, есть вспышки, где это совершенно не относится. Опять-таки, тем не менее, вопрос нелегалов-то серьезный, но в данном случае довольно-таки неактуально. Хорошо, спасибо, это ваше мнение, спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Вы знаете, я хочу сказать, что относятся, потому что уже 40 или 50 лет не было никакой кори здесь, не было никакого туберкулеза практически здесь и так далее. Те легальные иммигранты, которые приезжают к нам, проходят, естественно, проверку. А эти идут все, без всякой проверки, вы же знаете это. Поэтому относятся к сожалению. Именно они несут всю эту заразу из своих бедных стран. Спасибо большое. Окей, значит, ну, вопрос относится, не относится. Я вам скажу такую вещь. Я думаю, что не я, то есть, ну, медработники, даже те, которые сегодня являются врачами и которые наблюдают пациентов с вот этими заболеваниями, вряд ли могут сказать их так называемый начальный исток. Поэтому, как говорится, your guess is as good as mine, то, что оно происходит в Хайлом парке и в Норсбурге, это честно, ну, по-моему, это мое мнение личное. Вряд ли оно о чем-то говорит. Почему? Потому что неизвестно, может быть, человек, который в свое время был где-то, например, в Калифорнии на каникулах или на каком-то путешествии по работе, не привез это оттуда. Поэтому вряд ли мы сможем четко с достоверностью 100% сказать, откуда это все происходит. Но в чем я согласен с Марией? Я вам скажу, я согласен в том, что вот те нелегалы, которые попадают к нам и которые раньше, в принципе, просто ловились и отпускались, мы не знаем те болезни, которые нам вносили в нашу страну до тех пор, пока их не начали карантировать. А вот когда их начали карантировать, те, которые следят за этими процессами, я имею в виду, мы, простые обыватели, мы знаем, что уже было несколько десятков случаев, где приходили нелегалы с заболеванием. К сожалению, я вам не могу сказать, как оно точно называется. По-английски это называется flash-eating disease. То есть, это инфекция, которая поедает плоть. И вот эти люди, которые появляются здесь, они несут эту инфекцию. Это уже реально, это уже выяснено, это не шутки. Точно так же, как люди, которые несут туберкулез, люди, которые несут тысячу разных других заболеваний, которые раньше не проверялись, не диагностировались. Сейчас, слава богу, их пока что заталкивают в эти карантины. Но вы понимаете, в чем еще одна проблема? Вот вы себе представляете, мы садимся в самолет, там всего 250 человек в самолете, какой-нибудь сердобольный чихнет, и пол самолета выходят уже заражены простудой или гриппом и так далее. А вы себе представляете скопище народа, и я именно называю это скопище, потому что по-другому невозможно, это же не гостиница Хилтон. И вот они в этих карантинных лагерях, они живут вместе, они питаются вместе, они справляют нужду где-то непонятно как и каким образом. Понимаете? И вот это все, ведь эти все инфекционные заболевания, они передаются, и в конце концов мы не знаем, честно, мы еще не знаем. Вот те, которые утверждают, что нелегалы это ничего страшного, никакой проблемы в нашу страну не приносят, они у нас, пожалуйста, такие самые доброжелаемые люди, мы не знаем, чем это все чревато, и от чего нам придется еще лечиться, и от чего, с чем нам придется бороться. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Да, я с вами согласен абсолютно. И поэтому они и в Хайленд-парке, они же не сидят на месте, их отправляют по всей территории, кто-то забирает, они в церкви не живут. Конечно, кстати, огромная община испаноговорящая, ну, мы говорим так, называть вещи своими именами, мексиканская община, находится в Хайвуде, это прямо между Хайленд-парком и Лейк-Форестом. Вот вам спасибо. Спасибо, они каждый раз, каждый раз, когда людей оттуда, они каждый раз оттуда забирают и семьи, и одиноких, и всех подряд, и они сюда их привозят. И это не только в Чикаго привозят, но и в Америке. Конечно, спасибо вам огромное. Вот, кстати, еще один пример того, что ни один нормальный человек не может все обхватить за один раз, я имею в виду вот все новости, все пункты, так называемые теории и так далее. Вот поэтому мы очень благодарны, очень действительно благодарны всем вам, которые звоните. Почему? Потому что вы нам напоминаете о том, о чем мы еще не говорили, о чем мы еще не упомянули, и тем не менее, это очень важные вопросы, темы. Так вот, закончить тему с нелегалами, ну, у нас всего остается несчастных 6 минут, к сожалению, время бежит неумолимо, но к завершению темы о нелегалах, я вам скажу такую вещь. Я абсолютно случайно, пока вот был перерыв, я вспомнил интересный факт, и это действительно факт. Когда я заговорил о кубинском кризисе, он так и надо, ну, были два кубинских кризиса, да, первый в 62-м году, когда Хрущев решил разместить ракеты на территории Кубы и направить их на Америку. Это был первый кубинский кризис, а второй кубинский кризис был вот в 76-м, 77-м годах. Это кризис вот этих кубинских эмигрантов. Так вот, в этом случае, именно во втором кубинском кризисе, у власти ведь тоже были демократы. И тогда президентом нашей страны был никто иной, как Джимми Картер. И вот вам, пожалуйста, вот хотите, то есть делайте выводы сами, как говорит мой обожаемый, мною обожаемый один из наших ведущих Юрий Гимельфарм. Я его обожаю, это человек, я о нем очень высокого мнения. Как он говорит, а выводы делать вам. Вот, так что вот делайте выводы, потому что действительно были у власти тогда демократы, это факт, неоспоримый. И вот была создана вот такая вот ситуация, да. Теперь, раз нам сегодня не удается поговорить ни о Смолете, ни о Трампе. Да, кстати, вот у меня есть пару минут, я бы хотел все-таки ответить на вопрос нашего радиослушателя, который задал вопрос по поводу здравоохранения, Обама Кер и по поводу Трампа. Так вот, еще раз, очень и очень-очень важно понять одну вещь, что, ну, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, у вас правы были демократы, но, по-моему, это был Кеннеди. Нет, нет. Во время кубинского кризиса. А, нет, первый кубинский кризис, это был Кеннеди, я сказал, кризис 76-77-го года. А, это я не в курсе. Я вообще хотела сказать, знаете что, если уже с этой дурочкой, ну, вот с этим ненормальным, который устроил избиение самого себя. Да. Ну, это вопиюще, но это такая мелочь, ну, мелкая сошка. Да. По сравнению с тем, что Обама остановил разработку ФБР наркокартелей, это вообще, это такое преступление он совершил, и никто ничего. Дорогая моя, вы, конечно, правы, что то, что совершил Обама, то, что он совершил с деньгами Ирану, то, что он совершил с вот с этими Дака, об этом же никто не говорит, понимаете. Говорят, орут на Трампа за то, что он, как это он посмел учредить emergency situation, а как посмел Обама учредить Дака. Вообще, вещь, которая не прошла ни через один государственный орган, просто его протощили. Ни через один парламент. А теперь за нее заступаются все вот эти левацкие суди, которые не дают решить этот вопрос. Вау, спасибо, у меня тут другой звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Вы меня извините, может быть, я повторяю, потому что я недавно только подключилась. Пожалуйста. Но дело в том, что наши вот эти вот нелегалы кругом и везде. Значит, если у моей внучки когда-то в очень хорошей школе завелись в ши, причем это не только у нее, а откуда это приходит, понимаете. И потом они ходят в магазин, посмотрите, как люди покупают продукты. Я говорю, что нужно все продукты, которые мы приносим домой, особенно фрукты и овощи, очень тщательно мыть. Обязательно. Потому что они все это трогают, перебирают, потом нам достается. Да. И еще я хочу сказать, я не знаю, может быть, говорили об этом, вот в отношении вот этого идиота, который актера. Да, да. Который сам на себя. Значит, мне кажется, что это просто как вершина. Он это вершина айсберга. А под водой стоят сценаристы Обамы. Конечно. Им было такое задание, и он только выполнял эту роль, но плохо, понимаете, получилось. Плохо выполнял, да, да, да. Потому что он и актер никакой. Но мы просто, что разработали сценарий, и он это сделал для того, чтобы поднять большую волну. Спасибо большое. Есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, уже осталось там, наверное, минуты. Я хотел две вещи сказать. Во-первых, по поводу того, что вот этого несчастного, конечно, идиота, который, это дело даже не в нем, по сути дела. Потому что, как вы с нами прекрасны, вот все войны начинают с каких-то мелочей. Да. Нужен только провокационный какой-то всплеск, и больше ничего. Да, из искры разгорится пламя. Все зреет, все, так сказать, под ковром. А потом оно все, как выходит обычно всегда, на свежий воздух. Конечно. Загорает сразу. Да. А второе, по поводу превью, которое там Мария, Варвара, не знаю, что она говорит. Ведь по поводу кори вспышка не только здесь. Сейчас, кстати, вспышка и в России, между прочим. В других местах тоже есть. Да, да. Наверное, скорее всего, я с этим не спорю. Я просто говорю о том, что... А в Израиле, там, где вот кучкает все эти нелегалы, опять же, из Африки, там такие болезни. Вот. Спросите, не помню еще. Потому что никогда еще организованная эмиграция не создавала вот эти вспышки этих заболеваний. Почему? Потому что все, которые въезжают в страну, я имею в виду, если это эмигранты, беженцы и так далее, все равно они все подлежат каким-то медицинским... Все это можно, в принципе, купировать. Конечно. Если есть консенсус какой-то определенный. Все, дорогие друзья, спасибо огромное. Просто нет времени, остается ровно две секунды для того, чтобы вас поблагодарить за ваше участие, за ваши звонки. Как всегда, огромное вам спасибо за все то, что вы делаете, за то, что вы нас слушаете. Будьте все здоровы и услышимся, скорее всего, завтра в программе «Народная трибуна». А пока будьте здоровы.